Среди типичных многоэтажек 12 микрорайона разбит уютный сквер, а в его центре стоит скульптурная композиция «Солдат-победитель с женой и ребенком». Четыре года назад власти хотели застроить эту территорию, однако ее отстояли активисты общественного движения «Новый город» вместе с жителями. И уже много лет, накануне 9 мая и 22 июня, здесь проходят памятные митинги. Их каждым мгновением дорожит Степан Иванович Храмов. Ему в этом году исполняется 90 лет. А когда объявили войну, он, мальчишка, позабыл о детстве и отправился на курсы трактористов. Сел за руль, на колесике, где кабины не было, заводилась рукояткой вот так вот, а сил-то мало, было 14 лет. Прицепщик и водовоз, веревка, и вот начинаю крутить. Труженики тыла занимают почетные места, а на обозрение выносят копию Знамени Победы. Это праздник мужества и священной памяти о погибших. Это праздник доблести и славы. Школьники стоят в почетном карауле, поздравляют ветеранов и читают стихи. Войны я не видел, но знаю, как трудным народу пришлось. И голод, и холод, и ужас, все им испытать довелось. Пусть мир доживут на планете, пусть дети не знают войны, пусть яркое солнышко светит, мы дружной семьей быть должны. Именно новому поколению активисты нового города дают главное слово. Координатор движения Анатолий Канунников призывает чтить ветеранов и помнить героев. Самое главное, чтобы те дети, которые здесь были, запомнили тех людей, ветеранов, которые сидели перед ними. Надо прежде всего осматриваться в лица живых. Да, потом в памяти остаются эти лица. Потом они становятся портретами, иногда памятниками. Но самое главное сегодня для молодого подрастающего поколения, это смотреть на тех ветеранов, которые на своих плечах, своими руками, своими подвигами ковали великую победу. Многие ученики держали на митинге портреты своих близких фронтовиков. А Новый Город на память напечатал специальный выпуск газеты. На нескольких страницах фотографии и имена дедов и прадедов школьников Левобережья.